Сейчас много говорят о социальной функции дизайна, о деловой инклюзивной стратегии, о универсальном дизайне, о создании безбарьерной универсальной среды. Это очень важная задача для нас, для профессионалов, для отжарщиков, людей, которые продвигают и развивают наши отрасли не только в регионах, но и на международной арене, но и в столице. Поэтому для этого мы придумали программу социальной инновации 4.0, соединив задачу безбарьерной среды, когда дизайн не должен дискриминировать никого. То есть мы не можем создавать интерьеры, предметы только для обычных людей. Мы должны воспринимать человека как личность, создавать безбарьерные универсальные интерьеры, удобные, комфортные для всех предметы, интерфейсы. Поэтому эта социальная задача непосредственно связана, как ни странно, с развитием инноваций в нашей стране. Без инноваций, инновационных материалов мы не можем поменять мировоззрение даже самих профессионалов, потому что они редко берут за эту столь важную и столь сложную задачу, как универсальный дизайн. Нужно проводить очень много конкурсов на эту тему, показывать своим примером, что наша окружающая среда в каждом дворике, на каждой улице. Каждая улица сформирована красиво, комфортно и, скажем так, гармонично. Поэтому начнем хотя бы с формирования публиотеки инновационных материалов, с проведением конкурсов и вообще с позиционирования дизайна как метода, как способа мышления, преобразования, совершенствования окружающей среды, мышления, взгляда и позиционирования себя в окружающем мире, так как дизайн — это вторая природа у нас, если говорить о философии дизайна, и также позиционирование себя с людьми, в обществе и с другими странами, и самоощущение, и понимание, что такое сделано и придумано в России. Продолжение следует...